здравствуйте друзья сегодня речь пойдет об интерфейсе rs485 и матбас сначала давайте это посмотрим видео и продолжим здравствуйте друзья сегодня я взял сет rs485 и объединил две arduino то есть подключил к сети обе вместе у меня вот это мега это мастер сети я это слив на он взял и здесь это на у но который слив почти такой же как это прошло видео про сим-лайт ската систему взял ну почти то же самое там оставил и подключил к мастеру здесь этот на дисплей показывает вот это комнатная температура сейчас 24 градуса и влажность воздуха 10 здесь установлен влажность воздуха 8 процентов но надо этот увеличить чтобы показывать как это все работает здесь установлено 2 кнопочки при помощи которой устанавливая вот это влажность влажность процентов устанавливаем а здесь две кнопки ламп на лампочки включать и включают вот этот но почти так же как это на прошлом вот это видео здесь это соединил вот это преобразователь луар таро 485 вот сюда подключается по этой линии сюда здесь тоже стоит преобразователь 2 арту инки подключается отсюда сейчас включу и посмотрите как это работает сейчас у нас вентилятор включился отсюда вот устанавливаем его устанавливаем допустим на 30 как прошлый раз 30 установили влажность воздуха когда это следует больше 30 30 процентов влажность воздуха это вентилятор включается ну как прошлый раз тоже так же вот сделаем над еще на датчик и влажность увеличится здесь задержка трехсекундная поэтому поздно регулирует вот влажность здесь увеличивается где-то вот 40 процентов 40 процентов влажность сейчас как уменьшится это выключится влажность вот меньше 30 этот выключился отсюда можно лампе включать ключи и ключи тоже ключи и ключи но это вот там это как бы пока здесь влажности много в датчике он то включается то выключается вот так можно ардуино соединить я хочу сказать что к этой линии можно тут 32 штук подключить разные вот устройство из сделан из ардуино допустим так вот эта цель вот это как бы показать что вот как работает этот рс-485 ну а темная еще этот другой видео будет там этот уже на компьютере покажу как это все работает ну так а здесь это как опыт как это работает включаем включается выкрут включили включили второе так вот так работает вот что хотел показать спасибо за внимание так теперь давайте обсудим как это все работает но я хочу сказать что вот это то что я делал там как то практически его чтобы сделать специально чтобы где-то предпринимать это я думаю необходимости нет такой просто это пример вот как можно управлять одной ардуино и другого другого и давайте теперь это подробно посмотрим вот и про интерфейс рс-485 что это такой как работает все это вот здесь вы смотрите сет сделанный вот это сделаны по интерфейсу рс-485 рс-485 работают при помощи то есть по протоколу матбас тут двухпроводная линия используется двухпроводная линия к этой линии подключаются приемники и передатчики ну чтобы ардуино подключить до 32 штуки можно к одной линии подключить длина линии 1200 метр метров 1200 метров и конца линии вот обязательно надо вот 120 умнее сопротивление подключить так про протокол матбас сейчас немножко расскажу что это такое чтобы понятно было как это работает сейчас покажу вот посмотрите здесь две линии а и б используется две линии а и б и и если на линии а единица на другой линии б 0 и наоборот если и здесь 0 здесь единица то есть обе линии как бы работает на на противо фазы что ли здесь единица здесь 0 здесь единица и это для чего для чего сделано вот если линию такую построить по принципу вот такой и будет работать здесь помехо устойчивость очень высоко высокая синофазные помехи на него не влияют как бы что такое синофазные помехи это мощные электромагнитные помехи допустим рядом линии там силовые кабели или чё-то там лежит помехи создает и посмотрите что тут происходит если допустим на эту линию налаживается какое какое-то напряжение и здесь тоже это налаживается как бы получается что одинаково до ложа вот напряжение одинаково увеличивается здесь и здесь в итоге между этим сюда и сюда всегда одинаково получается напряжение поэтому вот эти помехи почти не влияет на него принцип работ вот такой это сделано для помехоустойчивости помехоустойчивости чтобы помехоустойчивость высокая была здесь длина линии 1200 метров и рядом с этой линией очень много мощных кабелей или что-то может быть поэтому сильные помехи так четко работает все это раз интервес интерфейс интерфейс р-485 основном используется промышленности связывает плк программируемые логические контроллеры между собой связываются станки допустим может когда системе со станками или спелками может связываться принцип работ такой здесь на у нас в arduino используется вот мы используем китайские китайские этим преобразователи сейчас покажу какие они так сейчас таких преобразователи очень много на рынке они очень дешево копейки стоят вот это преобразователь ttl rs-485 подключаются куарту и другом другой конце здесь линия идет вот витая пара которые и есть еще преобразователи такие 4s-485 юсб если переобразователь соединяется к компьютеру здесь соединяют там образуется виртуальный комфорт и таким образом подключается подключается к этому к этой линии так давайте теперь поподробнее расскажу как это rs вот эти преобразователи как работают здесь схема преобразователя преобразователь сделан на max 485 микросхеме вот это здесь такой схема его как бы работает таком образом здесь a b 2 выхода подключается линия b и входы r и d это r0 r0 это d и там у нас rx где rx а dd подключается опять там tx для управления прием передачи здесь на прием стоит инверсия то есть по если ноль работает прям единица передача а здесь это при единице на передачу работает у нас там по схеме вот это обе объединение между собой соединяются сейчас покажу я так здесь видим между собой соединение и подключается к тому выводу который мы выбираем при программировании на цифровых выводах где-то на ордуино подключаем при программировании который указаем там и подключается этот как его не туда там открыл это к прием подключается это к передачу давайте сейчас немножко подробно подробно как это работает у нас в арте он работает дуплекс тем режиме то есть одновременно и прием и передача там работает постоянно прием передача ведется а здесь интерфейс рx85 пол дуплекс тем режиме передача если передача включается прием отключается, то есть в полудуплексном режиме работает, и получается так, в этой, здесь в этой RS-485 можно подключить 32 устройства, а из этих устройств один должен быть обязательно мастерам, здесь только присутствует один мастер, больше одного мастера не допускается, остальные все слейв устройстве. По приказу, сам мастер, по приказу мастера, как бы, вот эти слейви подключаются, отключаются, передают данные, адресация такая, с нулевого до 255, адрес такой, таких нулевого адреса нет, нулевой это для широковышательной связи, если по нулевому адресу передается данные, все слейв устройства послушают, а так у каждого свой индивидуальный адрес есть, адреса, я сказал, до 255, нулевой не используется, вот первый, второй, первый, второй и дальше до 32, а адреса, получается, можно вот это адреса присвоить, до 247 адресов можно присвоить, вот любой можно присвоить этих слейв устройства, а больше уже от 248 до 255 это резервированные адреса, принцип такой, как бы, вроде, вроде все рассказал, что ли, ну да, вот принцип работы такой, то есть работает по дуплексным режиме, один мастер, вот итог такой, один мастер должен присутствовать, остальные слейви, теперь давайте вот посмотрим, по видео, которое смотрели, я расскажу, как это все работает, на примере FL Prog, здесь, если смотрели видео, предыдущие, SCADA-система, вот, сделал SIMLIGHT, который, для этого, программировал Arduino, программировал Arduino slave, slave и управлял с этим, SCADA-система SIMLIGHT, как бы, там включал лампочки, регулировал яркость лампочек, отсюда, сюда данные, температура и влажность, там показывал SCADA-системы, и наоборот, оттуда, если перевешал, влажность, если перевешал установлены, вот здесь установлены, на выходе реле включался, и вентилятор работал, сейчас на эти, которые видео вы смотрели, я дополнительно взял устройство мастер, еще один Arduino подключил к линии, и при помощи вот этого мастера на МЕГе, МЕГе сделано, управлял второй Arduino через интерфейс R485, здесь вот переменные, которые на slave устройствах, все переменные, вот здесь, на мастере, вот отображаются, отсюда подключаем мастеры, вот это программировали, работает, сейчас немножко расскажу, как это все работает, у нас там дисплей, это дисплей, на дисплее, на верхнем строку показывает температура, верхняя строка, и влажность показывает, на верхней строке, а здесь, на нижней строке, влажность устанавливаем, вот порог срабатывания реле влажности, здесь в этой дисплее отображается, так, здесь, пока, как работает, вот эта установка порога, как установить, вот такую схему сделал, здесь счетчик, счетчик работает, как на увеличение, так и на уменьшение, если кнопку уст 1 нажимаем, отсюда единица попадает в генератор, генератор начинает работать, генератор, когда начинает работать, здесь уст 1, если единица, здесь 0, если 0, счетчик на увеличение работает, то есть, сейчас посмотрю, я уже забыл, сколько, 200 миллисекунд, миллисекунд, то есть, 400 миллисекунд генератор сигналы падает на выходе, и на каждую полсекунду, где-то, чуть поменьше полсекунды, там, цифры увеличиваются, отпустили, останавливаются, уст 2, нажали вниз, то есть, таким образом устанавливаем нужную, нужный процент влажности, здесь на дисплее это отображается, а здесь, и этот, установка влажности, вот эта, которую мы устанавливали, через матбас, матбас передается туда, слейф-устройство, которое на УНО сделано там, устанавливает этот порог срабатывания, ну, принцип такой, здесь 2 лампы управляются, ВК-1, нажали на кнопку, это состояние меняет этот триггер, здесь 0, 1 появляется, записываем, единица от нулевого бита, вот если здесь единица, единицу записываем сюда, то есть, единица, там включается реле, еще раз нажали, здесь 0, и 0 записывается, там выключается, таким образом и второй реле работает, вот такая простенькая схемка, то есть, с одной Ардуино и управляем другой через интерфейс RS-485, вот так, о чем я хотел вам рассказать, как это все работает, так, еще, этот, у нас сайт поменялся, кто не знает, сейчас, называется, arduinoprom.ru, то есть, перешли на доме 2 уровня, то, что здесь делаем, все скетчи, все схемы на сайте выкладывают, выкладываю, заходите на сайт, кому интересно, скетчи, оттуда можете скачать, вот это, как бы, учебных целей, я не пытаюсь там сделать такие вещи, что сразу взяли и где-то это предпринимают, это просто учебных целей, скетчи можете скачать, установить и посмотреть, как это все работает, а дальше, наверное, можно будет какой-то работ, какой-то проект создавать, не знаю, посмотрю, если сумею, какой-нибудь проект сделаю, что можно было где-то предпринимать, а это все, что сейчас говорим, это учебные цели, чтобы поближе познакомиться, вот, с кадр-системой, как это работает, где-то, где можно ее предпринимать, а то arduinop используется, как бы, основном используют, как бы, игрушки всякие делать, можно более серьезные вещи делать на нем, я думаю, так что, если все это вам интересно, заходите на мой канал, youtube, вот, youtube и мой канал, если хотите, подпишитесь, можно и в контактах, у меня группа, правда, еще малочисленная, где-то около 100 человек, я думаю, что этот побольше будет, вот, это моя группа, кто хочет, опять можете подписаться на группу, вроде все, что я хотел вам сказать, спасибо за внимание, до свидания.